девочки 14 мая привет я не знаю с какой как начнется блог с какого у меня там завала короче блоговой я не успеваю вам выставлять ничего потому что сажаем огород и я не справляюсь вообще меня это уже начинается пугать и к тому же хотела сегодня вам и прямой эфир с террасы провести и не получается пошел маленький дождик поэтому давайте вам хотя бы покажу как я сегодня все-таки закрепила свою розу гирлянду флори и цветущую горящую гирлянду нет цветущую гирлянду там вот у нас на этом на на входе к нашему дому и пойду я вам сейчас покажу я получилась посылочку с диета натура смотрите какой прекрасный у меня вид сзади я сама бледненькая но это неважно главные розы это вон там смотрите я одну плеть забросила вот сюда прямо на крышу которую здесь вот 2 от 2 плети до уходили кто смотрит мои видео и вторую длинную плеть посмотрите я ее закинул вот от прям туда она ушла вот дальше и так замаскировала что практически ничего не видно жасмин вылезет вообще ничего не будет видно а то там эти торчали торчали эти две ветки прям не уже самой было неудобно за мою розочку вот дождик начинается его быстрее всего не будет девочки но я пришла в теплицу выносить свою шикарную рассаду и сегодня после обеда девочки я буду выбирать то что я буду подсаживать у меня очень ограниченное число лунок поэтому томаты все которые хорошие самые хорошие томаты одного и того же сорта пойдут в одинаковые лунки с томатами черри вообще проблема я может быть вообще буду в это посадить ведра вот такого плана вот видите как у нас сам это инжир сидит им достаточно поставлю за летнюю кухню потому что места нет и потом они меня там сыпется потом некогда мне даже их это единственное что я не знаю вот этих два перца пойдут вот эти два в одну лунку и два вторых в одну лунку нету место с баклажанами конечно же в одну лунку это будет очень проблематично уже смотрите прошла улитка посмотрите только что ай-яй-яй-яй-яй-яй новые листочки мои вот поэтому я концу этой недели сегодня что четверг я должна разобраться совсем девочки мне нужно досадить потому что я вчера до двух ночи заснуть не могла у меня болит все на свете я пила таблетку вставала обезболивающе а тут он смотрите лезет помидорчик вот моя хорошая я вчера вечером вот нашла у меня тут чуть-чуть осталось вот такое вот у нас удобрение для томатов а нож и девочки для клубники хорошо я буду магазине я куплю это это и хочу этот взять активатора для компоста он наверное как эти ваши про 2м который там микроэлементы знаете смотрите здесь формула пнк а что у нас здесь пнк я ж не вижу а 16 9 20 30 видите какая хорошая формула азоты 16 потасома потасиума на 20 и 30 этого господи девочки я все я все перепутала фосфор и потасиума больше всего и вот я вчера взяла развела там где-то две чайных ложки и продлил и еще раз это у меня вообще клубника засидит девочки экспериментальная мана за ночь уже подтянулась вы понимаете эту клубнику это чудо какое-то вот эту шарлоту я конечно же она начнет давать усы я ее разведу я там прям пойду это где-нибудь суражи подсажу там на кусочкой а даю можно везде вон у меня здесь клубничка из девочка где будет место там и буду сажать потому что ну раз места нет значит места нет и я подлила вот эти вот тоже помидорчики этим удобрением вчера вечером они у меня здесь вот эти перцевидные и грушевидное это сердце бычья ну минимум по 2 я конечно их посажу девочки вообще конечно завал который вот плохая такая вот рассада желтая это я просто девочки просто выброшу друзья мои я получила две посылки 1 храна поста это я вам уже рассказывала что я буду участвовать в программе франция проводят программу где они ищут людей то есть это это как кстати такое исследовательское мероприятие ищут людей у которых есть антитела на вирус который называется SARS-CoV-2 то есть это вирус в 2002 году он был впервые вот этот коронавирус и возможно уже люди переболевшие им еще как бы у них есть уже защита от COVID-19 это будет браться дважды то есть потом здесь целое письмо как как это все делать как эти все наши данные защищены они никуда не идут я могу в любое время отозвать и свои как бы пробники моей крови и убрать свою анкету но я этого делать не буду друзья мои потому что я в этом не вижу ничего плохого кроме хорошего и почему бы и нет мой муж не получил у него немножко другой у меня это у меня один организм у него другой организм то есть но это как вот я была выбрана на тире уссор вот знаете как так 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 там шарики выскочили такой-то такой-то мы же все под номерами во франции в любом случае посмотрите что было в конверте значит была вот такая книжечка модом плуа где все написано что есть как каким образом нужно это делать как это нужно то есть вымыть руки достать вот из этого пакетика значит состоит инструкция вот два перки и вот в этом черном пакетике вот эти вот штучки куда я буду вот так пальчиком 5 раз там 5 кружочков на 5 кружочков нужно пальчиком свою кровь сдать значит объясняю все как делать вымыть руки сначала открыть это выбрать пальчик какой я буду колоть потом его помассировать вот так внизу чтобы кровь приступила открыть дозеточку уколоть и вот на эти бумажки 5 раз если не хватит крови на 5 раз есть 2 перки если у меня кровь будет идти хорошо и мне хватит наполнить все вот эти вот 5 кружочков тогда второй перки не это не нужно открывать в любом случае потом и вот эти вот значит пробники моей крови нужно будет высушить в течение часа просто оставить вот так вот на час открытом чтобы это все подсохло потом опять сложить в это же там будет там будет вот эта плакеточка вот здесь нужно будет заполнить свои данные сложить обратно перки закрыть черный конверт с пробниками крови вложить вот такой конверт здесь уже все адрес уже все есть есть адрес он уже с маркой то есть ничего не надо закрыть герметический и бросить любой почтовый ящик который находится рядом с нами поэтому я так же так как я мы падаем тут на выходные почта работает так себе поэтому я сделаю либо вечером в воскресенье либо в понедельник утром и поедет муж за хлебом или я сама поеду в магазин и я брошу потому что я посчитала что сейчас сделать на выходные это будет болтаться почтом ящики нет смысла поэтому вот такие вот друзья дела я сознательный член французского общества и будет через некоторое время я не запомнилась через сколько через две лет через три недели будет повторный анализ крови кое-то мушка залетел трое сегодня получила моя благожданная посылка с девица натюра я говорила что это находится в швейцарии кресло платформа находится здесь недалеко где-то у нас монтабане ну вот сколько она шла ну 8 дней где-то значит смотрите что я заказала я заказала вот этот вот с силициум органик кто хочет пожалуйста консультируйтесь в интернете это девочки бамбук молодые как бы молодые побеги бамбука вот очень очень хорошие отзывы по его действию то есть хорошо действует он вообще омолаживает организм он хорошо действует на кости на суставы на хрящи он хорошо действует на кожу и люди писали что даже у них нет там солнечных ожогов я не знаю я брал для другой цели я читала из комментариев я брала чтобы мне было и мне и мужу вот муж у меня пьет артру вот такое а я пью артру вот но это тоже артур только у меня была вот здесь вот была с гиалуронкой вот и вот это вот он будет пить в ассоциации со своей артурой для своих костей хотя у него ничего не болит это у меня все болит вот это мы будем пить вдвоем а здесь значит доза рекомендуемая 35 течение дня и вот видите вот написано вот здесь вот написано анти аж так вот против анти аж дальше что тут еще написано так и мне плохо очень видно девочки отсвечивает так читаете внизу вот на этой а я попробую на с другой баночки на производство во франции значит у них кресло в этой швейцарии дальше 200 таблеток и доза рекомендуемые 35 раз в день вот здесь состав идет посмотрите какой здесь идет состав сейчас вам покажу значит вытяжка на ростков бамбука и ти же ти же это сам бамбук вот эти ветки так и значит значит здесь 75 процентов до селиться селиться ума там 75 и чего-то еще а девочка здесь крапива листья крапивы вот 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 короче очень хорошие девочки отзывы ни разу я не бралась нет это не знаю не знаю я сразу сейчас я одну банку поставлю остальные чтобы ним нам не занимать место я всегда пишу дату сегодня у нас 14 мая двадцатый год тот и я напишу мы будем брать по 4 я напишу два раза по 2 потому что вес ли малису не написать то он будет брать абы как так я ему пишу и морис и пишу и я а то что у нас же все подписано девочки иначе все попери иначе мой муж все перепутает хотя я хочу сказать что он такой очень сознательный в этом плане так старается ну вот допустим вот эту автру девочкой он два месяца пил по две таблетки надо было по одной уже поэтому у него здесь будет курс намного короче я ему привезла ровно видите стимулирует в основном ее хрящевой ткани у нас вот этот вот хендроэтин и глюкозамин тоже есть вот на этом же сайте я не смотрела какой там этот состав но тем не менее если что можно будет уже я уже конечно с россией тогда не повезу их но в любом случае мне здесь выгодно брать потому что вот видите 3 одинаковых банки почему потому что 3 банка всегда за 1 евро сколько бы не стоили вот эти вот сколько бы баночка не стоило допустим это стоит 12 евро 12 евро и 3 1 евро намного выгоднее в аптеках у нас это все очень дорого дальше я себе девочка взяла вот это вот бураша вот это масло там масло из семян тоже это я брала себе для яйца если брала чтобы его вместо крема иногда там как сыворотку использовать они смотрите вот такие вот прозрачные капсулки вот и короче все тетеньки написали прощай кожу крокодила вот поэтому здесь рекомендуют 24 в день я буду брать две утром две вечером так это я взяла девочки одну банку потому что ну дороговато мне получалось по моему они стоят 16 евро сейчас даже гляну так девчонки сходила даже в интернет почитала стоит 19 евро 19 90 стоят вот эти 200 капсул принимать по 2 при 24 в день и послушайте вот если по 4 то мне получится 25 на 50 дней ну вот это вполне недостаточно послушайте там такие показания вообще девочка это бурага я специально себе записала аптечный огуречник ну вот и пока это источник омега-3 источник омега-6 короче там всякие там сыпаны насыщенные кислоты чего там только нет считается антидепрессантом поднимает настроение убирают вот это вот как вот вот это тревожное состояние как вот у меня постоянно вот эту тревогу очень хорошо действует на кожу на короче он снижает холестерин снижают у кого повышенное давление на короче для нервной системы прекрасно для кожи прекрасно поэтому девочки я буду пробовать будем смотреть результаты вы знаете я прям сейчас как я читала отзывы и там у женщины французские писали что что они там не пробовали какие только кремы не использовали кожа была сухая и вот только эти только это масло прям их спасло и они там на вечер их накладывают прям как ночные маски послушайте ну вот давайте посмотрим я хочу понюхать потому что я сейчас прочитала в этом штану пахнет старым жиром ну я бы не сказала что она пахнет старым жиром так где-то откуда вот отсюда такой запах скажем так очень ненавязчивый посмотрим как он будет держаться на коже но уже девочки если только уже одну потому что вот у меня кстати ноги и руки вот у нас у всех у нас и у паши у катю моей мамы было у нас прям вот это вот породистая вот это вот крокодилия кожа ниже калинин ниже коленок и ниже локтей поэтому вы знаете я буду принимать с удовольствием если мне понравится у него очень маленький срок годности то есть пишут что это одно из масел которые не хранится долго поэтому нужно обращать внимание на дату ну вот у меня до июня двадцать первого года я даже если бы я взяла три бутылки банки сразу 50 50 150 дней но это на полгода понимаете за 40 евро это недорого следующий раз буду обращать внимание на дату если мне понравится как она работает я буду перезаказывать ну вот естественно тогда надо считать чтобы сегодня у нас какой месяц май ну вот год где-то да вот он изготовлен на я же нарисовала тут уже но вот в двадцатом году и вот короче рассказал да ты последнее что я девочка себе заказала это продается только по 60 капсул 2 покупаешь 3 за 1 евро это как и гиалуроновая кислота и гиалуроника на французском принимать нужно по 2 в день то есть вот этой вот баночки во время еды вот эти вот все они не зависят от приема пищи то есть вы принимаете и все а эту кислоту нужно принимать на во время еды по 2 в день значит это у меня ровно на три месяца курс прекрасно стоило это они стоят у нас по 16 евро стоит по 16 евро поэтому я заплатила 32 33 евро за три трехмесячный курс не знают это может быть чуть чуть дороже чем россия но во всяком случае все равно выгодно чем хороший этот состав потому что я прежде чем заказывать я искала чтобы не взять потому что много ведь предлагают производителей эту гиалуронку есть очень монтажные цены там много там из испании так там вообще можно купить на год там за эту же цену да вот дозировка заинтересовалась дозировкой и дозировки рекомендуют здесь у нас 100 миллиграмм на одну таблетку на одну капсулу на 1 бат а доза дневная 200 и здесь стоит точно так же вымерен читала отзывы и пишет что вот в неё надо чтобы сразу был добавлен коллаген и витамин c и е тогда здесь коллаген вот видите из рыбы вот написано по сон вот витамин c и вот когда я смотрела сайт там все было расписано это вот как раз так и дневная доза и витамины c и витамины е и коллаген и той же кислоты и я купила его специально искала потому что вот когда я с россии привезла вот такую одну упаковку вот это вот современная автора вот не та большая бутылка где чистая арт рода где только это хондроцин и глюкозамин а здесь еще было достать добавлено смотрите гиалуроновая кислота вот и у меня на самом деле девочка я пропила после первой недели применения я пила целый месяц это у меня не болела колено вообще поэтому я довольна что я нашла вот это вот гиалурон очку она мне для лица будет хороша и вот на коленочку над мои кости повлияет на мышцы на мои поэтому девочки скоро с вами будет ваша провансал очка вся красивая молодая здоровая веселая но я всегда веселая скажем так мне пашка говорил мой мы поехали с это наш петербург когда я в этом году но и мы там снимали там все хохотала по спаше там фотографировался в баду ты все время смеешься все время ты хохочешь но я такая да все мои хорошие на этом по здоровью сегодня все что-нибудь другое сейчас поднялась бюро к мужу решила отсюда провести вам прямой эфир послушайте вы смотрите как здесь цветут розы какая красота я давно уже не поднималась наверх не смотрела как тут что у нас смотрите там у нас арочка там у нас кухонька да начинает шелковица забирать свою силу уже все закрывает нам вот конечно девочки вот эти все дожди они мне все 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 обили представляете как жалко ну что сделаешь девочки в природу ж мы не можем заказать вот погоду точно заказать нельзя доброе утро девочки смотрите я пеку себе овсяный блин вот такой вот у меня шейкер послушайте я туда добавил одно яйцо две ложки овсяной муки на глаз сыворотка такая у меня знаете такая она не просто чистая сыворотка с молоком так а ну типа питьевого йогурта щепотка соли все жареное кокосовое масло баночку я сейчас очень удачно разбила прямо у меня упала кляк благо что там вас масло было очень мало вот поэтому я сегодня пеку себе блин сейчас я завтракаю и я планирую посадить сегодня 5-6 лунок чего-нибудь очень быстро без танцев с бубнами и потом я буду сегодня чистить свой сад девочки смотрите у меня здесь кокосовое масло обычное кокосовое масло которое у нас продается во всех магазинах вот такое посмотрите у меня ведь она даже биологическое значит кокосовое масло где-то две чайные ложечки я сейчас вот видите должна выбросить это жмых от кофе из наших кофемашинки поэтому я решила поделиться со своими цветами я себе беру это смотрите вот такие ведь они у нас такими прессованными кружочками в два прессованных крышечка сколько хотите столько и докладывается все зависит от того что насколько много масочек это это будет такая знаете как маска скраб и вчера вот я на косметическом сайте смотрела они используют пудру лимонных корочек у меня еще лимонных корочек нет но у меня есть апельсиновые поэтому я добавлю сюда апельсиновые корочки так прекрасно всем привет салили девочки мы сейчас едем в магазин я сказала своему мужу что если он меня куда-нибудь не вывезет у меня порвет это нервы на мелкой части потому что он то уже начал везде кататься а я то все дома и думал только одной девочкой только другой бабушки только второй бабушки такой деловой такой знаете а мне это дома так вот мы сейчас едем в магазин я поеду мы поедем в кастрому вот мы поедем кастрому я хочу посмотреть там удобрение для томатов из клубники для томатов мне не надо мне нужно для клубники с хорошей формы мбк я хочу активатор компоста купить это вот ваше про 2м так скажем для своих зеленых удобрений и посмотрим может быть блоки для хочу все-таки прошиваю сделать бедовую клумбу квадратную там или что чтобы она стабильная была для моей клубнички потому что очень почему-то хочется клубники прям какой-то девочки клубничный рай у меня скоро будет а вот здесь вот смотрите видите вот там вот эта ферма на которой в которой я покупала свои все растения и там послушайте там столько людей теперь слушайте все раз пробовали эту ферму не запарковаться но мне ничего слава богу не нужно поэтому я спокойно мы едем сейчас магазин и может быть еще зайдем хочется вам показать немножко наши дороги мы сейчас поехали по другой совсем вот здесь вот питомник вот нашего зяты вот смотрите маленький зяты вот видите какая тут красота смотрите вот пепенера из утик приезжайте сюда покупать растения я сама ни разу в этом году не была и не поеду я на него обиделась они все все купили этих растений мне хоть бы кто сказал приезжай у нас есть растения я тебе тоже такая побуглила своему ну ладно все у меня есть все хорошо девочки вот это вот мост и живые это мост по которым ездят скоростные поезда у меня есть видео если я его найду я вам поставлю его здесь вот под этим но честно сказать не знаю не обещаю потому что так как у меня вечно не хватает это все времени мы сейчас едем кстати едем над он воды 4 мы сейчас едем на дешевле и посмотри как красиво какое небо на свалку городскую малис хочет просить было закрыто же по время карантина и морис хочет спросить надо ли брать рандеву потому что нам надо выбросить старое канапе здесь видите у нас тут всякие велосипедисты молодец тебя или бьян да все желе хорошо видно да а виши марис сегодня ездят свои дочери внука смотрите матрас выбросили люди люди приехали видно было закрыто они просто взяли выбросить хотите как тут у нас мост рисуется со всех сторон сейчас посмотрите нашу городскую свалку мы конечно туда не заедем наверное потому что там только по две машины пропускают там очередь там надо сейчас записываться по очереди чтобы мусор выбросить и здесь очень тоже такая занятия сельская местность а это вот там вот смотрите вдали его там на слева слева смотрите деревне грия а вот видите забава вот сейчас вот мы видим там облака как раз тоже красиво так живописно смотрится здесь люди уже работают на виноградника и посмотрите что на окне моего мужа видите справой стороны ой он меньше сбросил в этот ров дороги узкие у нас я такая сегодня рассматриваю свои розы и смотрю такие вот такие вот видите вот капельки такие да грязные этому господи а это что моя это фитоспорин не оставил такие следы на розах думаю ничего себе ничего себе и так я захожу сейчас машину молись бы посмотри какой был дождь у нас-то а это девочки тоже сейчас вот там сахаре до в африке была буря песчаная но вот девочка мне из полермы писала что у него платить и маки-маки-маки-маки-маки-маки-красные маки посмотрите как красиво и это к нам представляется же дождем выпал вот этот песок слушайте такие узкие дороги осенью на метро сейчас мы прям тут это выведем куда-нибудь самаре сгутся я помню он будет я все понял смотрите видите какая очередь дышит дарит мы шире и фу папка андер-энд-вуман видится вот на кабриолете привезли в этот матрасик тоже моя мальчик бы так я все понял быть мы туда не поедем там очередь собой послушать она на своем кабриолете и лишили или калеля и даже в пасаде баре ананаса мы будем файлитом а тащили мы и путь мальчик мальчик возмущается он же набрал целую машину сзади смотрите выбросить он говорит все мы повезем обратно все такие узкие узкие дорожки мы тут чуть разъезжаемся он будет хорошо что я не поехал с прицепом прям темного я вот прямо вам так все перевожу тут возмущается превозмущается ну что сделаешь девочки мы шире мыси пограба киска чуть плюх я могу ли все он аккуратно там тюрбин дра живя век тваси чьи мне все ой живее все интересант про фильме mcpd4 я говорю поеду с тобой следующий раз вы хоть сниму вам эту свалку французскую он будет конечно говорит только не только неделю как открыли у людей насобиралась за два месяца мусора и естественно что все хотят что-то выбросить вот видите вот кто-то выбросил просто на дорогу нервы не сдают нервы не выдержали вот вот такая вот дорога мы здесь очень редко ездим конечно ходить розы цветет вон на загороде эх весна весна да девочки так и хочется чтобы прованс приход наступала жара не хочу не хочу очень плохо переживаю я жару мне это не нравится но к сожалению климат очень изменился у нас последний будет так жарко так жарко я уже не дождусь когда мы бассейн поставим там он сегодня ездил к своей дочке внуки купаются в бассейне мой говорит господи как они это делают а утро такой было достаточно прохладное ну короче это же дети маки везде вот смотрите на обучение у меня в этом году мало маков рассеялось у меня обычно бывает побольше видите какой трактор нам тут навстречу ехал с такими звуками а там он тоже маковые поля сейчас вот смотрите смотрите сейчас я вам открою а ничего не видно ничего не было видно травами все заросшие обочины не видно ничего а вот там сидели байлия сан-виктуарка там там тоже был такой красивый красивый горный массив вон там смотрите вдали ну а так вот такая вот это для моих любителей моих подписчиков кто любит французской дороги и дорожки я с удовольствием вам снимаю потому что мне самой нравится матика и виноградники какие красивые к сожалению окна грязные грязные окна ну что сделаешь и французской виноградники полным-полно везде вот девочки вот по таким узким дорожкам если честно я на нашей большой машине я плохо езжу как я плохо я-то еду спокойно но медленно иногда когда люди сзади ними даже могут немножко посигналит так хочу маленькую машинку тут показывали машины слушайте форды короче ну с этим карантином машины же люди не продали вот и сейчас прям там слушается новые машины продают 40 50 процентов скидки вот так бы хотелось бы новую машинку маленькую но мой муж промолчал девочка ну что я сделаю смотрите вот руины очень люблю я вот эти руины это дорога на калас мы сейчас едем в миле там где у нас большой парку там такой небольшой коммерческий центр там у нас есть киаби там и джи фи всякие там для детей эти всякие магазины одежды ну такой не очень большой но все-таки коммерческий коммерческий центр здесь вот если две машины то одна должна где-то остановиться потому что и мой муж такой он любит меня здесь покатать у травы высокие ребята еще не резервы скоро вот у нас уже будет первый а вот смотрите это шарбон шарбон говори шарду этот чертополох вот это про то что я говорила ары там после тепли не за что же не становится вы понимаете девочки это просто и сейчас он видит такой головы свою выверну налево и прям поехал в этот вопрос я запричала он еще говоришь это перечис он понимает что я не говорю ну пускай понимает вообще рискует своей женой как будто такая вторая может у него появиться потом слева вот появляется это уже сан виктвар будет вон там сасы сан виктвара потому что каждый раз я ему показываю на гору это горе святая виктория ну и мальчили мальчили беда у меня мы бентинявый ничего не видно но ничего страшного главное что я не ошиблась здесь дорогу хорошо кусочек разделали такая широкая она стала короче он тут поехал по таким ракурсам что теперь вот теперь сейчас если направо повернутом и поедем к его старшей дочке все это уже где у нас дорога идет на карпфор уже здесь здесь я уже все знаю у него послушайте мы сейчас проехали карпфор сейчас вот мы его смотрите сам виктвар вот 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 вам пасан по вот она красавица так вот выше машины смотрите так вот от мориса вон там она видите такая красивая гора но эти машины нам мешают на есть что прям как будто не было вот это санте банкера карантин еще слушайте машин столько что как всегда потом он очередь уже даже за ехать и мы сейчас поедем знаете куда мы сейчас поедем в банкомат нашего банка потому что увеличили по бесконтактному бесконтактная оплата картой до 50 евро но для того чтобы она заработала ее нужно снять надо снять денег об этом в пиши ну не в пиши в автомате до любую сумму чтобы надо было чтобы набрать год либо на артуре покачь мне танчик и подавлюсь кучу вещей и сепарейт вот и либо надо сделать покупку на 100 евро зачем нам на 100 евро покупать что-то просто так если мы сейчас ну морисовскую карту может мы не будем делать а свою я щас 20 евро сниму и все и она будет активирована короче тут прям у нас дела дела здесь людей вообще мы еще как бы людей не видели не могу вам показать в масках они без масок . вот в такую жару в маске хорошо что нам здесь так важно плита на жимос вас антой депрессант слушайте столько людей а ребята шире ссоры 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 по сути столько ни одного места запарковаться благо миссию уезжают мы сейчас возьмем его место обалдеть ну что вы хотите люди два месяца не ведали магазина у всех все встала жизнь вообще полностью поэтому будем парковаться смотрите два лица короче друзья мои мы сейчас купили немножечко здесь в этом магазине за послушайте людей столько и магазина они просто пустые это просто какая-то катастрофа а почему эти стою я вам потом расскажу я жду пока муж подъедет и потом я вам расскажу чего я здесь стояла слушайте столько людей везде вообще невозможно мы масочки сняли но я своему говорю я хочу заехать в джиму они там сетели плясы они там написали что 70 процентов 70 процентов соль да и там вот у нас на право там на скiin обид допу я здесь был хороший спортивный магазин вот они его закрыли плохо сборку это запарковаться с 2017 так то просто вообще-то девочки мы вернулись в магазины нам не мое новое посмотрите какая распрекрасная курточка такая она такая как ну даже девичок что ли вот я не мог как мне вам показать я не знаю ну короче не знаю как мне показать девочки 50 процентов слушайте я довольна и сейчас покажу еще этот пару вещей себе купила и мы заехали еще купила удобрения немножко вот девчонки послушайте короче посмотрите курточку я вам показала а здесь вот у меня лежит посмотрите это можно на пижаму я себе купила вот такую я не знаю как ее называют без рукавочка тоже за 50 процентов она стоила девочки сейчас я вам хочу сказать сколько это не у но стоила она 650 мы заплатили 650 мы заплатили за нее а за курточку 1495 допустим пол цены 1 2 сюда мне нужна белая рубашка рубашка маечка такая да с длинным рукавом с коротким рукавом не знаю ну вот она такая с капюшона вот буду я вам тут красивые прямые эфиры проводить и если вы купила девочки брючки они такие знаете как правильно называются опущенный по этой как называется вот этот вот выкрой такие нормальные не очень сильно не мнутся такой кстати вот это возвращается все время вот это вот мода кирпичного цвета мне кажется у меня даже были такие брюки когда-то в свое время по цвету похожему и нельзя мерить ничего короче мы забрали все дома два месяца на можно поменять надо только чек сохранить но я думаю что они мне подойдут девочки единство что не люблю эти вот завязка на животе я такая толстая себя считаю я ничего не ношу заправленная вверх вот так что брючка девочка я щас туда померюсь они мне подойдут я вам покажусь вместе с этой курточкой будет классно 25 евро они стоят 24 99 потом и будут купили таких 5 носков я лично себе взяла девочки вот такие вот это мне вот в эти в огород ходить эти вот коротенькие такие вот 599 пять пар носков обычных и без как прекрасно и мужу купили пижаму девочки пижама дорогая 23 евро он там сопротивлялся мы взяли размер ему или такая вот маечка ой майка с длинным рукавом ой будет ему жарко конечно ой майка очень ему большая но я ему сама сказала бери эльку потому что но он хотел взять эмку я бы тебе будет это тесно спать потому что пижамы надо чтобы спать надо чтобы она была широконькая ой какие красивые брючки ой какие брючки вообще шикарные шерри лет и шорти ли trop grand pour 20 лет панталон peut-être aussi мы по контура калития мэмуны и гали трюк через сером цепи паскапе поддурми а лети шорти рябе клеман шалунган плюс мы сасы полы для плита поливе очередь а танцы лице грант также сейчас покажу вот я купил удобрения послушайте просто с удобрениями беда беда биологическое удобрение у нас вообще же сейчас только все биологическое короче она универсальная взяла почему я взяла его универсальный было чисто для клубники девочка там такая формула даже я бы не зацвела уже там вообще нету потасиума нету фосфора вот такая 234 по моему было один 2324 формула мпк единственное удобрение с хорош более-менее приличной формулой это было вот это и здесь эта формула 18 6 12 а вот мне света привозила там вообще потасиум был 30 представляете я его индейнажды нашла помню на амазоне покупала ну так там чайную ложку на 10 литров развел понимаешь поливаешь цветы все цветет многовато здесь конечно азота но здесь написано смотрите есть и томаты есть клубника и эти деревья фруктовые весь магнезиум не знаю девочки ну вот я купила такое и я купила вот такое жидкое оно для томатов здесь нарисованы томаты но тоже написано что есть и клубника вот томаты девочка ничего удобрять не буду потому что но они у нас и так будут конями эти томаты здесь по пол колпачка по пол колпачка формула не очень сильная какая же здесь формула чтобы 325 девочка чё за формула а бы что ну вот поэтому не знаю и вот у меня было для клубники вот старинное удобрение может быть других магазинах найдут там была хорошая формула я имя всегда для клубники и для томатов поливала всегда цветущие там хорошие эти высокие показатели тоже для цветов было хорошо это мы купили для бассейна так а сколько уж он заплатил вот это вот удобрение стоит вот это стоит удобрение 1290 представьте девчонка здесь его сколько 500 граммов так не 500 его граммов это на 500 граммов еще ничего не нахожу я так ну написано на 500 литров поливы то есть его тоже здесь совсем мало нужно брать а здесь один килограмм прошу прощения здесь один к 1 килограмм и поливать надо смотрите что за цифру здесь написали вообще ничего не понимаю на сколько литров воды да за же две одну столовую ложку значит одна столовая ложка вот здесь вот видно на 5 литров воды а вот здесь на сколько я не понимаю на сколько 9 литров воды но здесь вот ничего кто-то вот кто здесь прочитаю девочка зелененькая на сколько литров воды на 9 что ли вот написали так написали вот поэтому она такой дорогой но она концентрированная вот это удобрение стоит фертежилен и так тактик так 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 я не знаю что это ангрета мата 590 590 вот оно стоит вот такое вот ну пускай будет вон там базиличек даже нарисован девочки видите у нас все биологическое у нас больше химических удобрений никаких нет дальше значит вот это для бассейна 1199 там несколько таблеточек дальше девочка я взяла вот такую пудру от муравьев у нас там была еще другая пудра но ту нужно было обязательно разводить а здесь вон от муравьев и вот эти пюнезы это как это типа клопы что ли вокруг дома ты ну вот это вот дрянь вот видите который это девочки просто посыпать то есть там вот быстрее всего тут вот дырочки вон есть вон я вижу и просто посыпается мне так удобнее здесь написано прямо можно на этот на муравейничек насыпать там где посмотреть дорожку по два сантиметра так 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 пошел вот и последнее что мы купили это стоит сколько же это стоит шире комбинса вот чуть чем рачу тропы на команде по топарка что подождите так девочка смотрите и это вот мы купили вот эти мешочки для крыс и и мышей потому что крыса нас в этом году атаковали так котика где взять котик ну вот друзья мои мы сейчас уезжаем на перейти бы в итоге девочка брюками даже чуть-чуть великоваты но я их не буду сдавать обратно буду носить короче мы едем в гости ой солнечный лучик мы едем в гости всего девочка в этом на апельсин и Субтитры подогнал «Симон»